Всем здравствуйте! Кто меня знает, кто не знает, зовут меня Серега. В первую очередь хочется выразить слова соболезнования всем родным, близким, коллегам, погибших на шахте Лесвяжная. Это прискорбно, все. И невосполнимый утратарь для всех и каждого, для кого эти люди были отцами, братьями, детьми, друзьями, просто хорошими знакомыми. Пусть все, кто действительно допустил и способствовал этой трагедии, понесут соразмерное наказание тому, что они допустили такое. И считаю и думаю, что многие меня поддержат. Хочу привести пример работы одного из угольных предприятий города Новокузнецка, в частности, шахта Большевик. Своим молчанием, согласием и безразличием отношения к происходящим ситуациям в угольной отрасли. Мы порой сами делаем свою судьбу, а я, в свою очередь, не понаслышке знаю и могу утверждать, что руководство, фактически любой из шахт Новокузнецка, допускает грубейшие нарушения на предприятиях. В погоне за планом добычи, ну и, соответственно, за прибылью, забывая при этом о том, что цену этому цена прежде всего жизни, здоровья шахтеров, тех, кто непосредственно участвует в рабочем процессе. Сам я до недавнего времени работал в подрядной организации, непосредственно осуществлял свои деятельности на Большевике. Организация, конечно, в которой я устроен был волшебная, зарплата черная частично, на порядок оклад ниже, чем за аналогичную работу на предприятии, на шахте, на самой у работников шахты. И самое главное, подземного стажа у нас не было и, скорее всего, и не будет. Не знаю, как они там это все замучивали, но, тем не менее, так оно и есть. Работая в шахте, я увидел, что повсеместно нарушается техника безопасности, не соблюдаются должностные инструкции работников, происходит повсеместно нарушение коллективного договора. Профсоюз в лице правкома не защищает и не преследует, не отстаивает интересы рабочих, а лишь слепо подписывает и выполняет все распоряжения руководства предприятия. Ну, вот такой у них профсоюз интересный. На некоторых участках происходит откровенное воровство средств из фонда заработной платы. Путем проведения дополнительных смертных, которые, согласно коллективного договора, обязаны платить в двойном размере, но доплата этого уходит на нужды руководства, скажем так. То есть работникам она не идет. Вот эта двойная упряжка, которая... Проектирование выработок, в том числе очистных забоев, происходит с грубейшими нарушениями, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей, и затрудняя добычу угля, соответственно. А виновники, а вину за это, прикладывают на рабочих. Ну, как считает руководство, что шахтеры, сами мужики, то есть кузнецы своего счастья, соответственно, как они будут добывать уголь, своими силами какими, так он и будет у них, ну, как бы, план идти, да. Забывая о том, что нарушение выработки крутая, там, она круто наклонная, там, и так далее, давит, там, газует, это как бы посредственно. То есть должны херачить, должны зарабатывать деньги в предприятии. Повышение зарплаты вообще происходит лишь на бумаге, реально только у руководящего состава, путем всякого рода махинации, применения необоснованных штрафов и наложения взысканий. Так, ввиду последних событий в связи с пандемией, вместо того, чтобы контролировать соблюдение техники безопасности непосредственно на рабочих местах руководства, именно шахты Большевик, в лице Анчкова Николая Владимировича, это зам по технике безопасности, промбезопасности и экологии, нашли очередной повод для наказания работников. Это прививки, ношение масок в комбинате, ну и так далее, вытекающие все из этого последствия. Причем наказывают не только рублем, но и прямым увольнением, то есть невзирая ни на что, что у людей кредиты и так далее и тому подобное, дети маленькие. Ну, им, в принципе, похер на это, насколько я мог понять. В том числе прохождение и сдача периодических ежегодных экзаменов на знания техники безопасности и по профессии вообще происходит по принципу привился-сдал, не привился-не сдал, о чем они в открытую форму заявляют, и что является еще одним из моментов давления на рабочих. И таких горе-УТБшников по предприятиям области, как угольной, так и остальных предприятий, не счесть, мне кажется, потому что на каждом предприятии есть такие люди, которые считают, что они могут с рабочим сделать все только потому, что они являются каким-то там начальником, а уж тем более замдиректора, и занимать такую должность великую. Ну, при каждой возможности, опять же, дают понять, что правила и распоряжение руководства шахты распространяются только на рабочих, то есть они не распространяются на высокопоставленных, скажем так, сотрудников. И ни один надзорный орган, куда бы ни обращались работники, не встает на сторону людей. И люди от осознания безысходности вынуждены все это терпеть. И все вот это терпение, с одной стороны, и чувство со стороны работников абсолютной безнаказанности и вседозвольности приводит к необратимым последствиям. И в заключение хочется призвать рабочих шахт перестать бояться говорить правду. Правду о том, что действительно происходит на угольных предприятиях, да и не только на угольных городе Новокузнецка и области в частности. И чтобы нас не удерживало кредиты либо давление со стороны работодателя, руководство, боязнь потерять работу, ничто из этого не может перевесить чашу, на которой находится наша собственная жизнь, здоровье и будущее наших детей. Поэтому не нужно молчать, а нужно добиваться соблюдения всех прав и норм. Бороться за свою жизнь весь рискуем в конечном итоге мы, а не они. Не забывайте, что всех нас ждут дома, живых и здоровых. Ещё раз прошу искренне, извините, волнуюсь, ещё раз приношу искренние соболезнования родным, близким, семьям погибших, земляем пухом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!